Всем привет! Меня зовут Лена. Добро пожаловать на мой канал. Шел первый день на карантине. Блин, так ёрко вообще. Классно. Вообще даже не вижу, что я снимаю. Лёлик в окошко. Все, я официально ушла на карантин. Она тут в окошко. Лёлик, тебя зовут? Сегодняшний день я на карантине. У меня сегодня первый день. И так, конечно, не хотелось сегодня выходить на работу. Вроде сегодня всем сказали съесть на карантине. Президент и губернатор Рязанской области. Так ещё администрация нашего города позвонила начальнику. Сказала, чтобы закрывались и сидели на карантине. Некоторым, я знаю, пэшникам присылали письма. Если не послушайтесь, то будут штрафовать. Но я сегодня сплю такая, лежу, звонит начальник. А я, что ты мне звонишь, думаю? У меня карантин. Вайбер спросила, что он звонил. Вот, он написал, мол, сидеть дома пока. Я как бы и не хотела уходить сегодня на работу там. На улице, видите, вообще классно. Солнце, там лёгкий ноль ветерочек. Сегодня у меня в планах построить челоуку и скупать. А завтра ещё и обработать жидким средством, каплями с блохой клещей. Мне кажется, там блохнет у меня есть. Потому что сейчас вот на солнце все клещи проснулись. Вообще так слепит солнце, что я даже не знаю, что я вам тут снимаю. Вообще очень ярко, классно. На градуснике у нас, ух ты, показывает на солнце 28 градусов. Потом, не знаю, как пойдёт дело. Сейчас, конечно, буду завтракать. В планах ещё помыть окна вот в комнате в этой хотя бы или на балконе. Ну, опять вот под окном. Тут ещё ничего, машина далеко у нас под окном стоит. Вот приехал на карантин. Потому что машина у нас не стоит. У нас стоит или наша машина, если я ставлю, или же белая какая-то. Если окна буду здесь в комнате мыть, эта машина никак не будет мешать. Балконные окна, если буду мыть, то там машина прям стоит под окном. Я мою тогда с внутренней стороны, а с уличной мою тогда, когда уже машина куда-нибудь отъедет, если в магазин или ещё куда-то. Боюсь, вдруг я уроню там специальную такую швабру для мытья окна. Или тряпку, или накапаю ему на капот. Как-то некрасиво будет и нехорошо. Ладно, всё, я иду завтракать. Там, наверное, уже Лолку кормят. Она убежала. Поэтому я в окошко одна сует. Всем доброе утро. Ну, начнём первый день на карантине. Перемыли зимнюю обувь. Сейчас будем стирать зимние куртки. Первая куртка пошла. Субтитры сделал DimaTorzok Детей пока нет на улице. Или они спят в каком-нибудь обеденный сон. Или же они гуляют на другой детской площадке у другого дома. Такой список я себе приготовила. И будем уже вычеркивать, что я уже сделала. На заднем плане, как слышите, стирает стиралка. Уже, наверное, третья стирка идёт. Да. Постирала две зимние куртки. И сейчас постельное бельё. Значит, что мы тут уже сделали. Перемыть зимнюю обувь. Перемыла. Убрать. Да. Убрала зимнюю. Поменять постельное бельё. Сделала. Так. Стирается. Считается? Нет. Ну, она уже стирается. Стирка зимней куртки. Остальные вещи после постельного белья буду стирать. На балконе застопорилась уборка. Потому что хотела на верхней полке там выкинуть какие-то старые ковры. Это вообще не наши. Они уже все разрушились, рассыпались. И вроде как дали добро их выкинуть. Но сказали сейчас, нам перезвонят и скажут точно. Поэтому перешла на кухню. Тут помыть окна. Значит, это ещё нет. Стиралку помыла. Прежде чем её загрузить, я помыла стиральную машину. Украла в холодильник. Разобрать. А прополисосить потом. Цветы полила и удобрения. Сделала, видели. Так. Ванная ещё нет. Кухня. Это вот фартук. Я называю вот это. Часть, которая сделана из плиты. Вокруг газоплиты, раковины. Нет. Ещё нет. Шкаф. Один уже помыла. Первый помыла. Который находится под раковиной. Так. Убрала зимние вещи. Ну, из зимних вещей у меня буквально были сто ещё стирки. Джинсы. Остальные я уже убрала. Разобрать в комнате. Шкаф с вещами для носками. Обувницу. Прихожки. Так. Лолка у меня вообще не тронута. Сварила кашу Лолке. Пшёную сварила. Слишком серьёзно помыть пол. Ну, пол вообще, можно сказать, последнее дело. Молит. Ну, тут ещё походу буду писать, что сделать. Посуду. Серёжку уже помыл сейчас. Посуду было чуть-чуть со вчерашнего вечера. Там буквально тарелки несколько было. Сейчас он отъехал по делам. Его попросили подъехать. Там компьютер перестановить антивирус. Пока ещё не приехал обратно. Сейчас, думаю, надо налить чай, что ли, и пожарить блинчики. Сейчас она уже устала. Ещё успела свои домашние тапочки рыжие помыть, которые я ношу зимой. Их тоже хочу убрать, потому что у них закрыты носы. Мне летом жарко в них. Сейчас хожу в тапочках, которые открытые носы, такие фиолетовые. В балконе когда была, так посматриваю в окно. Ну, детей не было. Было только два подростка, две девочки. Катались на велосипедах. Ну, не знаю, может, мамы на работе. Они катаются. Потому что на карантин не все ушли. Работают продуктовые магазины, насколько я знаю. Аптеки и больницы. Так что вот такой у меня список и делов, и много-много-много ещё. Ладно, сейчас, наверное, всё-таки правда чай попью. Потому что что-то я себя чувствую уже такая выжатая. Немножко болит голова. Тверо вечером болела. Я выпила дексалгин. Прям маленькую часть таблетки. Наверное, 1-4 что ли. Ну, помогло. Сейчас вижу опять, что-то заболевает у меня. Голова вот именно. Долбит в одной стороне. Так, ну чё, пошла за чаем. Перекус солянка и блинчики с мясом. Отдыхаем. И оказывается, сегодня нельзя убираться. Муж приехал от мамы. Сказал, что сегодня родительский день. Так что всё, на этом... Суборкой покончили. Суборкой покончили на сегодня. А у меня так всегда. Как я убираюсь, так праздник. Об этом всё задумывается. Да, потому что я задумывался. Здесь надо убираться, ага. Значит, надо залезть в кулиндарик, посмотреть. Есть? Нет, нет кулиндарик. В интернет? В интернет. Окей, гу-гу. Какой сегодня праздник? Всё, давай. Приятного аппетита. Всё равно суп-то надо сварить. Раскатал слоёное тесто. Сверху свежая красная ежевика с сахаром. И чёрная смородина. Тоже свежая. Достал из морозилки. На этом всё. Увидимся с вами завтра. Всем пока. Штор открыть. Солнышко. Чё ты, Лёлька? Носушка. Господи, Лёлик, это у меня тяжёлый. Стой, нос убери. Сегодня окно надо мыть и лолку стричь. Лёгкий-лёгкий такой ветерок. Вон, ёлка колышется. Так, ну что, у нас сегодня второй день карантина. На улице вроде не видно, что кто-то тут гуляет. Ну, когда я сейчас лежала на кровати, вообще-то дети орали. Наверное, с другой стороны дома. Муж посмотрел, вроде сегодня нет никаких праздников. Ну как, сегодня день прыгающих на одной ножке, Серёж? Как называется сегодня день? День. Ты сказал? Скакание на одной ножке. А, сегодня день скакания на одной ножке. Ну да, дети орут на улице. Сейчас пойду посмотрю с другой стороны дома. Лёль, пошли, Лёль. Вот тут вон, ходит, нюхает. Лёль, пошли. Пошли. Лёхматика. Лёхматика. Вот так вот. Не хочет она идти. А я пошла. Вот так прям солнышко. У нас на градуснике 25 градусов. Я пошла завтракать. В настоящий дом. Что, будем стричься? Скажи, нет, не хочу, стоить. У нас вот такая она волосатенькая сейчас. Наверное, длина уже 7 сантиметров, наверное, есть. Ну что, начнем. Длину немножко ножницами убрала. Хвостик, где вы взяли. Ну что, пожужжим немножко? Машинка. Обычная. Не для собаки, а для человека машинка. Ну что, Лёлик? Не хочет она. Не любит это дело. Вообще такая у нас седая, да? Тут. Тут еще черненькая. Все. Пострыгла. Все, мы купаться пошли. Что, Лёлик? Искупали тебя? О, окошко смотрит. Мы искупались. Сейчас немножко подсушимся. И будем расчесываться. Иди сюда. Ну так бегала сейчас. Тебе в сумку лезло. Лёль, ты дома? Тук-тук. Лёль. Она так сейчас бегала. Я на нее одела халат. Шила из распашонки байковой. Да не буду я тебя трогать, вылезай. Лёль. Ну вот так вот. Сереж, ты кушать будешь? О. Лёлика вылезла. Ага, хорошо. Зато Лёлик вылезал. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Чё? Ты давай бегай. Сушись. Прилизанная такая. О, чё. Изилёй, изилёй, Лёлик. Сейчас поправить надо. Ну, хотя есть попозже. Пока я картошку в духовке сделаю. Пошла готовить. Лёль. Сейчас уже вечер, и я решила вычеркнуть из списка, какие сегодня я сделала уже дела. Вот. Остальных вещей у меня ещё в плане осталось постирать шторки. Которые на кухне. Мы пропылесосили, но завтра я хочу очень тщательно пропылесосить там за кроватью. Но вот прям надо добираться. Так вот. Сегодня у нас была стрижка. И это очень много по времени занимает. И очень много сил. Искупала. Так, листы забыла посмотреть, когда последний раз давали. А то, может, ещё рано давать-то. А шейник капли это завтра будет, потому что там нельзя сразу прокапывать после купания. Ну, тут помыть пол. Я хотела прям тоже всё по углам, все плинтуса промыть. То есть у меня получилось всё ничего. Искупать и постричь. Да, весёл. Ничего, правда, ничего не больше не сделала? Вчера мало сделала дел, потому что я вчера тоже готовкой занималась. Вчера, кстати, запекала целую картошку в фольге. Вообще прикольно получилось. И сегодня, кстати, даже доедали. Вчера варила ещё борщ. А делала, ну, что-то в виде, как печенье в пирога. Просто на слоёное тесто. Его чуть раскатала. И сверху положила ягоды свежие. Ну, разморозила предварительно. Там была гежевика и чёрная смородина. Ну, посыпала сахаром и прям в электрическую духовку. С утра доели. И делала вчера ещё такой рулет. Слоёное тесто. На него уложила фарш. Ну, там, с лучком, с морковкой, с рисом. Такой вот. Промазала чуть майонезом. Вложила сырок. И скрутила в рулет. Тоже в духовку. Сегодня по обеду уже доедали его. Поэтому вчера буквально вот всё, что сделала. И занималась готовкой. У меня как бы всегда так выходные проходят. А сегодня вот реально очень много. У меня по времени уходит стрижка Лолки. Пока я её купала, Серёжка как раз чуть дома пробежался с пылесосом. Заодно пропылесосил хорошо на кухне. Потому что мы тут при входе на кухню Лолку я стригу. Сегодня я готовила картошку с фаршем в духовке. Слой картошки прям. Слой фарша. Ну, такой тоже с морковкой. С лучком. Соль, перец чёрный. И в духовку. Сейчас уже сижу за ноутбуком. Вот, пришла на кухню. Вспомнила, что у меня тут размораживаются ягоды. Посыпала их сахаром уже. Я хотела чуть-чуть покушать. Второй день их ем. Вообще не могу. Кто кушает, тоже приятного аппетита. Завтра я дома на карантине. А муж пойдёт на работу. Потому что он работает в больнице. А они работают. Вот, хотя могли бы муж моего посадить на карантин. То есть, допустим, бухгалтерию, кадров, да, там, операторов ИВМ, как там, администратор. Сети тоже могли бы. То есть, они не врачи же. Тоже могли бы идею посадить на карантин. Но нет. Завтра пойдёт на работу. Вот, потому что я останусь завтра одна. С лукой. В банах всё-таки. Ну, где-нибудь посплю. Вот, умоюсь. Пока туда-сюда. Завтракаю. Может, где-нибудь после обеда. Помыть всё-таки окно. Хотя бы в комнате. Потому что сегодня там был ветер. Хотя и сетку мне трудно будет снять с окна. Ну, хотя бы со стороны комнаты помою. Вечером Серёжка придёт, сетку снимет. И я уже с улицы помою. Ну, посмотрим. А то, может, уже и поздно будет. Всё, пойду сейчас посижу за компьютером. И, наверное, будем спать. Ну, спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok